МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем хорош вот этот вот агрегат? У меня здесь вся жизнь. То есть я и музыку с собой вожу, и тексты у меня, и работаю, и что угодно. Во всех больницах он всегда со мной. У меня вот дипломат. Я его набиваю, и вперед. Вот это старые отцовские вещи. Не знаю. Они мне не очень нравятся. А я промазал, по-моему. По той простой причине я промазал, что я неправильно положил диски. Вот он. О пульсе порядка. У меня же дочь со мной росла. После развода она осталась со мной. И на рубеже лет 14-15 война шла страшно. Эта комната была ее, там ее. Я ее заставлял наводить порядок, и вдруг одна мне заявляет. Пап, плач. После большого скандала. Папа, у дома нежилой вид. Вот с тех пор это вошло в поговорку. Я захожу, вижу бардак и говорю, так, Аня, создай мне, пожалуйста, нежилой вид в квартире. А вот это я люблю. Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Я не знаю, как развивался этот роман. Она недавно только стала рассказывать. Рассказала такую историю, что поначалу была дружба с отцом. Ну и мама там рыдала у него на плече по поводу каких-то своих переживаний, которые отца совершенно не касались. А он поступил довольно неожиданно. Он сказал так, по маминому пересказу. Он рассказал, мне надоело слышать об этом человеке. Его больше нет. Ну куда же он делся? А вот нет его и все. Запомнили, Лилю, с этого дня у тебя есть я. А его нет. Микоэл Таривердиев, Еленя Андреевой. Тбилиси, 11 февраля 1957 года. Милая Лёля, я страшно горд, что ты оказываешь мне честь самолично аккомпанировать тебе на радио. Не говоря уже о том, что ты будешь петь мои акварели. Но ведь я отнюдь не Рихтер и могу тебя подвести. Особенно, если эта процедура будет без предварительной записи. Да и звук у меня тоже, как мне кажется, несколько хуже, чем у вышеупомянутого Рихтера. Кроме того, я могу не оказаться в Москве к сроку передачи. Дело в том, что у меня тяжело заболела мама. Но раз ты меня берешь в концертмейстеры, то я весьма польщен. Имей только в виду, что раньше 20-го я не приеду. Гарик. Мама очень одаренный человек. Вообще, изначально она должна была стать пианисткой. Помешала война. Тогда она бросила все и пошла в архитектурный институт. Она прекрасно рисовала. Видите картинки, сколько у нее все друзья были рисующие. Закончила этот архитектурный институт. Спроектировала, построила несколько домов таких хороших. Дом культуры в Новосибирске-то она строила. В Норильске что-то строила. А любовь к музыке осталась. И она поступила в Гнисеньку на вечерний. Она все-таки выбрала сценическую карьеру. Ну, вот тогда и произошла эта знаменитая встреча с отцом. Она уже пела, у нее уже были свои концерты, свои программы. Ведь, заканчивая Гнисеньку, она уже была не девочкой. Уже это одно образование у нее было. Лет ей было около 30. Отец же на 6 лет ее моложе. Микаэл Таривердиев, Елене Андреевой. Ялта, 4 июля 1959 года. Леля, родная, твои письма чудесные. Они такие же теплые и родные, как ты сама. И это здорово. Тут уже лучше солнца, уже купаюсь. Вода, правда, ледяная. В наше средство разгонять тоску экскурсии. Остальное время играем в бильярд и попиваем коньяк. Он здесь отвратительный. Грустно вспоминаю о коньяках, которыми ты меня почуешь дома. О Ялте сложилось вполне определенное впечатление. Это гнуснейший, провинциальнейший городишко, заплеванный и пыльный. Плебейский. Народу много интересных людей, почти нет. Зато пьяных на улице и в санатории больше, чем хотелось бы. Ходить просто некуда. В санатории танцы под баян. Был раз, больше не хочется. Ты совершенно права, умница моя, что тебе нужно готовить советскую программу для сольного отделения. Прокофьева нужна обязательно. Никого, кто бы это мог сделать по-настоящему, нет. Даже Зара да Луханова редко отваживается. Лёля, пиши мне чаще. Мне твои письма доставляют такую радость, и очень уж хочется ее испытывать еще и еще. Целую тебя крепко-крепко. Твой Микаэл. Через некоторое время я и родился. Вот так вот это все дело было. Микаэл Таривердиев, Еленя Андреевой. Май 1960 года. Родная моя девочка. Ну вот, завтра мы с тобой увидимся. Маленькая моя, все страшное уже позади. И у нас с тобой есть свой бембенок. Напиши мне что-нибудь. Микаэл. Самое памятное место в квартире. Вот это вот. А вот здесь моя кровать стояла. Знаете, вот такая еще детская. Вот, с решеточкой. Вот даже где-то есть эта фотография. Очень сосредоточенно кому-то объясняю. По всей видимости, отсюда, потому что мать никогда фотоаппарат в руках не держала. Снимать мог только отец. Значит, я ему что-то там вразумлял. Года три дня, наверное, или два с половиной. Сюда переехали. Мне было два года. 52-й год. Микаэл Таривердиев и Еленя Андреевой. Снова с юга. 1961 год. Родной мой лёлик. Чувствую я себя неблистательно, но рассчитываю, что к концу будет получше. Пока теряю в весе. Очень плохо здесь кормят. Заставляю себя есть, но это плохо удается, и потом очень уж грязно. Сразу после обеда иду в ресторан, чтобы хоть что-то перехватить. Но там тоже очень грязно и голодно. Радует только одно, уже третий день сплю. Это великолепно. В общем, надо ехать домой. Ты пишешь, что тебя беспокоит моё увлечение кино. Меня это самого беспокоит. Но, как ты понимаешь, дело ведь не в увлечении. Я очень боюсь, что сдам раньше, чем рассчитывал, имея в виду здоровье. И тогда не смогу так интенсивно работать. И мы останемся без ничего. Без своей крыши и вообще без всего. Ты ведь сама знаешь, как нужно в кавычках то настоящее, что я умею делать. Значит, надо брать очередную картину. Ты думаешь, мне её хочется брать? Но долг висит камнем на шее, ведь надо же его отдать наконец. Всё думаю, думаю и ничего придумать не могу. А я не верю, что скоро получим квартиру через массовет. Люди ждут годами. С другой стороны, даже если мы получим, как мы будем вчетвером в двух комнатах? Ведь нужна какая-нибудь няня для мальчика. А для трёхкомнатной квартиры никаких денег нет. Я чувствую, что запутываюсь в денежных делах. И как из них выбраться, не знаю. Но ничего. Ничего. Ещё только один год нам нужно выдержать. И тогда кончится наша муета, а с ней нужда. Не может быть того, чтоб так уж никому не была нужна моя настоящая музыка. Целую тебя. Микаэл. По скриптум. Ляленька. Перечитал своё письмо. По-моему, оно дурацкое. Я очень хочу, чтоб ты знала, что ты самая лучшая на свете. И я тебя очень-очень люблю. И ты мне нужна больше всех на свете. Сейчас посмотрел на конверт и удивился. Какая ты Андреева? Ты Таривердиева. Твой Микаэл. Не уходи, ведь так легко уходят люди. Одна земля, следы берегов. Люди искренние, люди честные. Кончилась любовь. Закончилась совместная любовь. Я знаю, что мама получала предложение до самого конца. Она была очень красивой женщиной. По последним разговорам, которые вот шли, когда она уже была совсем больна, по каким-то недомокам, по паузам. Возможно, она до конца любила отца. Даже когда он умер. Я этого не скучаю. Но так и не вышла замуж. Микаэл Таривердиев, Елене Андреевой. Конец 1962 года. Дорогая Лёля, за меня не беспокойся. Устроился я хорошо, пока у Лёни. А с одиннадцатого уезжает Эдик на два месяца. Я буду жить там. Тем временем найду комнату. Я тоже здесь жить не могу. Ничего не получается. Пусть разваливается этот дом к чёртовой матери. Хочу только одного, чтобы меня все оставили в покое. Все-все. В январе внесу деньги в кинокооператив. Они меня берут. Немножко приду в себя, позвоню. Я тоже желаю тебе счастья. Но затрудняюсь сказать, какого именно. Желаю тебе встретить человека во всём, не похожего на меня. Будь здорова. Честное слово, очень хочу, чтобы ты была счастлива. Я не сумел это сделать. Почему лидеры ставятся? Причём всегда только одно. Есть любовь или нет любви. А всё остальное это из области. На мне это не сказалось. Никаким образом. При мне не было никогда никаких разборок. На мне это не сказалось. Я не припомню, чтобы отца приходилось уговаривать. В детстве мы в каждом воскресенье ходили либо на хоккей, либо в Сандуновский баню. Ещё куда-то ходили. Ну, он тогда сюда приезжал и меня сюда обратно привозил после наших воскресных, так сказать, буяжек. Когда я подрослел и сам туда ездил. Где там иногда жил? Там я у папы. Я не в гостях, я у папы. Я впервые начал, так сказать, выкручивать пальцы, что я тоже гомо сапиенс, а не гомо габелиус. 15 лет уже. Я пришёл к отцу и говорю, пап, устрои меня на работу. Папа сказал, нет проблем. На филиал апрельского завода грузчиком. До свидания. Я из-за грохотов зарабатываю свой первый рубль. И так как филиал этого завода апрельского находился на водном стадионе, то я предпочтил заблаго жить не здесь, а пока шла рабочая смена, жить на Васильевича. И оттуда ходить на работу. А отец меня свой готовил, говорит, в доме свой пролетарий завёлся. Отец всегда был пожарной командой. Как только мама чувствовала, что он не справляется. Я не медно вызывала отца. Подлётное время было небольшое. Я получил по полной программе, мне хватало. Патетики в наших отношениях не было. Мне было лет 10, наверное, или 11. А в Москве открылся, по-моему, первый магазин самообслуживания. Конфеты лежали совершенно открыто. Это был соблазн, с которым совершенно невозможно было бороться. А по тем временам за зефир в шоколаде по рубль 25 я готов был родину продать. Но я и попытался это сделать. Положив это в школьный портфель, дошёл, естественно, до кассы. Вызвали маму. Мама разбираться не стала, а спокойно уложила меня спать. Это была не её пророгатива. Утром я проснулся, а мама как раз закончила разговор с отцом. Я понял, что будет. Выяснилось, что будет ещё хуже. А он помин стоял в той комнате. Он меня туда завёл, закрыл дверь, чтобы мать не слышала. Не вступая в большие, в долгие пререкания, просто взял за глазку и издушил. Сдавил. Много ли мне на десятилетие ему надо было? В общем, когда я глазками-то залопал, он отпустил мошейку. И говорит, многие знаменитые люди из-за недостойных детей стреляться вынуждены. Запомни, я стреляться не буду. Мне проще тебя удушить. И никаких моралей, никаких объяснений. После этого отец спокойно вышел, поцеловал мать, сел в машину и уехал. А я такой перевоспитанный до сих пор. Живого. И не понимаю одного. Так просто. Неужели наших бандюков нельзя там или политиков? Нельзя так вот. Всё гениальное просто. Кто-то, 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 кто-то. предстоящей жених, да и еще это все. Отец мне сказал такую фразу. А ты думаешь, это здорово в 50 остаться одному? Я такую фразу от меня не ожидал. Но я ее запомнил. А потом появилась Вера, и он перестал быть один. Когда мы встретились с Николай Юрьевичем, я была далеко не первой его женщиной. У него была насыщенная, бурная жизнь, я не могу сказать личная жизнь, потому что у него никогда не было разграничений между личной и какой-то другой жизнью. Вся его жизнь, это была его личная жизнь. Я помню его в обшарпанном сером пальчишке такой худой, длинный пришел в студию ВГИКа и писал первые музыки к ВГИКовским работам. В одной из них я снималась. И вот там я с Микаэлом уже познакомилась. Была какая-то дружба, компанейская дружба, а не такая дружба. И в тот период, и уже тогда, когда он жил в этой квартире, он был просто нормальный мужик. Мужик востребованный. Мужик, который, наверное, получал удовольствие и от того, что его любили, и от того, что он любил. Ведь всю жизнь Микаэлу и не надо было особенно-то шустрить. Не надо было никого искать. Они сами приходили. Мало того, они продолжают приходить и сейчас. Не знаю почему, но дамы звонят мне. Совсем недавно звонила одна дама, которая сказала, что, значит, позвонила мне и сказала, простите, но я не знаю, как жить, когда на свете вот столько лет уже нет Микаэла Леоновича. Я никогда не была с ним знакома. Но когда он жил на земле, можно было жить. Вообще он к женщинам относился по-разному в разные периоды в своей жизни, но он их любил, он обожалован, он их ненавидел, но он никогда не мог без них жить. Микаэл позвонил мне и сказал, слушай, приходи сейчас же. Он еще жил под нами, он еще не переехал в эту квартиру и жил под нами. Значит, я прихожу. На диване сидит голая девушка. Я говорю, Микаэл, а я-то тут при чем? Он говорит, ну, понимаешь, я же ее не звал, я же ее не раздевал. Ну, что мне с ней делать? Она не хочет уходить. Я сказала, милая девочка, вы сейчас оденетесь, пойдете в ванную, умойтесь, накраситесь, мы подождем, я посижу и уйдете отсюда. Ну, видимо, в моем тихом тоне была такая ярость, что она кинула на Микаэлу, ну, просто как будто бы горсть камней. Я вам это не забуду никогда! Такая была разъяренная тигрица. Вот. Я говорю, Микаэл, а зачем ты ей дверь открыл? Он говорит, солнышко мое, это жена моего друга. Мне было бы просто смешно ревеновать кому-то из прошлой жизни, но это как-то просто, ну, очень смешно. Ну, он был, конечно, большой доджон. Большой доджон. Ну, конечно, были и остаются маленькие группы людей, которые не могли ему простить того, что он так талантлив, того, что он так красив, того, что его любят женщины, и что вот он вообще такой. Это было любимое дитя Господа. И любимое дитя, которому уже было позволено, позволено быть счастливым. Его отношения с женщинами могли быть самыми разными. Иногда они заканчивались весьма невозвышенными историями. Но музыка его всегда возвышена, наверное, потому что этот человек, он всегда жил в состоянии какой-то взаимосвязи с высшим началом. Все это от того, что вновь и вновь решаю я одну свою задачу. Я о тебе пишу моя любовь. И тоже сердцем те же силы трачу. Все тоже солнце ходит надо мной. Но и оно не плещет на весну. Все тоже солнце ходит надо мной. Но и оно не плещет на весну. Я так не могу сказать, что вот я есть самая большая любовь. Это как-то некрасиво, наверное, будет звучать. Но я могу сказать, что он в наших отношениях нашел то, что он долго искал. Я встретила Микола Леонтьевича в результате каких-то внутренних ожиданий, что ли, поисков чего-то. Когда я с ним встретилась, я уже была замужем, у меня был ребенок, но вот эта встреча, она не сразу, она как-то моментально что-то пробудила, но отношения эти, они складывались. Они вырастали, как будто из земли трава появляется, и она потом растет, и потом появляются какие-то цветы. Вот наши отношения так развивались. Он старше меня на 26 лет. Наша разница в возрасте никогда не вызывала такого странного ощущения у людей, которые нас видели вместе. Наверное, просто вот то, что мы ощущали, было слишком очевидно. Мы смогли публично заявить о том, что мы вместе, когда мы жили в ощущении физического страдания от того, что мы живем в разных домах. То, что он столько раз был женат, со столькими женщинами он был связан, это скорее было таким драйвом жизни. Он не мог существовать без женщины. Это было совершенно необходимым каким-то компонентом его комфортной жизни. С одной стороны, все его женщины всегда жили отдельно. Даже жены. Я первая жена, которая стала жить в одном доме с ним. с ним. Когда я стала работать в газете «Советская культура», мне нужно было, чтобы кто-то написал статью о новом произведении Родиона Щедрина для органа. И мне сказали, сказали, «Советская невозможно». Во-вторых, в нем есть магнетизм и невероятное обаяние. А в-третьих, он абсолютный, стопроцентный, законченный мужчина. Он очень галантен всегда был с дамами. Многие дамы реагировали на какие-то проявления галантности, элементарной воспитанности, как на проявление такого вот ухаживания. Он не ухаживал, он просто был галантен. В этом смысле он был совершенно законченным кавалером. Мы оказались с ним в ресторане отеля, и он меня спросил, хочешь, я тебе сыграю? Я сказала, нет, он был этим совершенно потрясен и пошел и сыграл. Он сыграл прелюдию из фильма «Семнадцатого мгновения весны встречи с женой». Наконыч сам терялся, подсчитывая, сколько раз он был женат, но он в книге своей замечательно написал, что все жены были двоюродными и родной женой стала я. Ну, вот так. Я не сразу узнал об их браке. Вера уже тогда в доме бывала часто, и когда отец первый раз заболел, тоже она там бывала. Я подумал, это какая-то подруга или, может быть, младшая родственница отцовой жены вот этой Татьяны. госпожа госпожа супруга изволили отбыть. Я очередной раз приехал, вот та вот молоденькая, которая при ней постоянно метусилась, вот она и продолжает метуситься. Отец ничего не говорил, я ничего не спрашивал. Рано или поздно любопытство естественно взыграло, я говорю, папа, это кто? Говорит, моя жена. Но, видимо, вид у меня был такой несколько шарашенный, потому что он долго смеялся. Он говорит, тебе паспорт показать? Я говорю, да нет, я так верю. Выяснилось, что они поженились, ну и слава Богу. Горын ведь человек такой отдельной, очень неординарной судьбы и таких странных, странной профессии для сына композитора. Вот, он военный, сейчас он уже военный в отставке, он прошел Афганистан, и когда мы были вместе с Миколайом Юрьевичем, Карен в Москве не жил, он, что называется, появлялся у нас такими набегами, но были периоды, когда мы общались очень близко. с Миколайом Юрьевичем, взлетел как пружина, не одеваясь, влетел на кухню, дождался, пока она положила труп, и так ищетненько у нее спросил. Я говорю, слушай, Вер, а ты не помнишь, как Золушку звали? Она говорит, Золушка. Я говорю, нет, вот у нее какой-то был этот, она говорит, патчерица. Я говорю, так вот, не пасынок я тебе в таком случае, а патчерик, а ты мачеха будешь. Развернулся, так и остался. Она мачеха, а я патчерик. Так что это, это шуточки. Хотя да, я иногда ее подзебливал еще, отец в порядке был. Я к ней хорошо всегда относился. Я так ехиденько у нее спрашивал. Говорю, Верой, а как ты отнесешься, если тебя мамой называть, начну? Фух, она бесилась. Карен закончил Рязанское военно-десантное училище с языком фарси. И его судьба этим была определена. После этого его, конечно, послали в Афганистан, куда еще могли послать. Микол Леонович очень переживал. Он переживал выбор Карена этой профессии. Он переживал тогда, когда его послали в Афганистан. но его даже упрекали в том, что он не отбил сына от службы в Афганистане. Но он тогда сказал, что я не могу пойти к кому-то и сказать, знаете, пошлите сына уборщицы в Афганистан и не посылайте моего сына. Так Карен поехал в Афганистан. Зачем? 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 Почему? Почему? Для чего? Для чего? Для кого? Для кого? Для кого? Для кого? В армии меня перестали спрашивать, чей я сын. Там была, кто я есть сам. Если бы моя фамилия была Моцарт, это бы тоже никого не удивило. А вот если бы я ошибся при выводе группу, и за мной бы числились наши же убиенные, не обоснованно. То, опять же, фамилия Моцарт, я бы не спался от военного трибунала. Там у нас все было по-зрослому. Я пересел границу 27 декабря. В 84-м, когда закончил. Богом проклятый выпуск, так нас прозвали. Мы понесли ужасные потери. Наш выпуск. Семь убитых, пропавших без вести. Ни дырявых практически нет ни одного. Дырявые все. Нам было по 20. У нас был экспериментальный выпуск, нас всех брали с войска. Я затрудняюсь сказать, сколько раз я был ранен. Нормально в госпитале лежал два раза. Один раз просто к мне пострелил снайпер в ногу. Четыре месяца лежал в бурден. Он мне по костям попал. Меня списали. И я не должен был вернуться обратно. Я всеми правдами и неправдами начал добиваться того, чтобы вернуться обратно. В свой собственный батальон. Это для меня было важно. Отец был мудр. И не просто умер. Мы курили тогда с ним. Вышли. Ну, чтобы понять, я слышал. На личную клетку. Ну, там я спросил, тебе что, мало? Или ты мне будешь рассказывать про интернациональный долг? Неужели ты не сыт? Я говорю, нет, папа. Я тебе этого рассказывать не буду. Но если я не вернусь, у моих ребят будет новый лейтенант. Кто-то с гарантией, что он их не погубит. Я тебе сказал, это позиция. Возвращайся. В этом был весь отец. Мы быстро взрослели. Поверьте. Ненависть. Злоба. Желание отомстить. Это роскошь, несовместимая с жизнью. Не только твоей, но и твоих солдат. Зато это равно, как вам сказать, оно сразу научит спокойнее относиться к их трупам. Надо. Вот. Вот и все. Надо. Слава Богу, это лежат они. Не дай Богу, это будем лежать мы. Вот и все. Единственная ошибка, которую можно допустить на войне. Но любой, включая Великое Отечественное. Это искать на ней правду. Правды нет. И в Сталинграде ее тоже не было. Если ты ищешь правду, заранее скажи, куда отправить твой труп. Можно, конечно, вернуться и не переучиться. Тогда беда. А если ты есть в состоянии принимать те правила игры, которые в данный момент жизнь тебе предлагает, то, в общем-то, можно же, даже не сходя с ума. Моя война закончилась за 7 дней до замены. Мы подорвались на минном поле. Минное поле было наше собственное. Пехота поставила. И у меня попало 19 осколков. Выздороветь я не могу. За счет каких-то старых резервов. Еще что-то есть, но с каждым годом меньше и меньше. Вот и все. Но я уже лишку прихватил. Года два минимум. А так и четыре все. Это лишку. Это мне врачи сделали сверх того, чтобы было отпущено Богом. Поэтому каждый раз я. Летом легче. Начинаются дожди. Встает один только вопрос. Дожить до мая. В октябре, в ноябре гарантии никто не даст. Самая поганая марта. Этот марта я вообще не знаю, как пережил. Прошлое закончил реанимацию. Сейчас пока не дошло до реанимации. Вроде март закончился. До солнышка дожил. Откуда уходит время, а? Откуда оно ушло? Куда оно перетекло? Куда-то, наверное, перетекло. Не может быть, чтобы оно пропадало без следа. Я перестал говорить. Ночью мне снился отец. Я говорю, ночью отец приходил ко мне. Стрелки часов бегут и бегут по замкнутому кругу. И отмеряют минуты, часы и годы. И нам кажется, что этому есть исчисление. Но хотя бы в прошлом. И в настоящее. А в действительности исчисления нет. Потому что у круга нет ни конца, ни начала. И откуда бы мы ни начали его измерять, все равно придем туда же, откуда ушли. Круг вечен. И он символ вечности. И даже, наверное, он и есть сама вечность. И в вечности не может быть стрела. Потому что вечность неделима. Делимы только отрезки, на которые мы пытаемся разделить эту вечность. И мы называем эти отрезки жизнью. Но круг остается кругом. Сколько бы делений мы на него не нанесли. И наши мертвые приходят к нам из глубин этого круга. Приходят проведать и порой предостеречь. И даже спасти нас. Когда наши еще глупые души забредают в тупик. И никуда. Забредают только потому, что еще не обладают тем новым знанием, которым уже просвещены души ушедших. Звените на часы, на их циферблат. На то, как мерно бежит по вечности секундная стрелка. И вы поймете, кто к вам пришел. А вот это я люблю. Вот это я очень люблю. Но я больше помню другую историю. Был концерт, где отец сам исполнял эти сонеты. Его показывали по телеграмме. Как? О, по телеграмме, господи, по телевизору. Как сейчас помню, это был 82-й год, по второй программе. В это время у нас в казарме на проходе стоял общий телевизор. И вдруг неожиданно смотрели социал. А вообще он же пользуется большим успехом в разных слоях общества, в том числе и в тех, в которых я жил. И вдруг звучит сонет от той же сына юности Хараня. Он встретит утро завтрашнего дня. И я заплакал. В забудливых руках Прекрасный дом Не дрогнет перед натиском зимы И никогда не воцарится в нем Дыхание смерти, холода и тьмы И пусть когда Настанет твой конец Звучат слова «Был у меня, отец!» Оставь же сына Юность Хараня Он встретит солнце Завтрашнего дня «Был у меня, отец!» Субтитры создавал DimaTorzok